Сейчас мы отправляемся на теплоходную экскурсию. Вот наш теплоход. Сначала он высадит тех людей, которые находятся внутри, а потом сядем мы. Российской империи. 27 мая 1703 года Петр I лично заложил первый камень в ее основании. Этот день считается днем рождения города. Нобелевская премия. Композиция, по идее авторов, символически представляет дерево жизни, охраняемое птицей, святым духом от силы зла и разрушения. Памятных природных гуляний и праздников. Традиция проводить время на островах появилась еще при Петре I. С первых лет существования города здесь строились дворцы. Эти земли принадлежали Великому Новгороду, но в ходе Ливонской войны были захвачены шведами. По Столбовскому мирному договору 1617 года Московское государство, ослабленное смутным временем, признает эти земли территорией Швеции. Это была серьезная потеря для России, которая лишилась выхода к морю и стала закрытой для внешней торговли, что делало невозможным дальнейшее успешное экономическое развитие страны. На протяжении почти столетия русские цари стремились вернуть эти земли России. С этой целью предпринимали несколько военных походов. Сейчас является одним из самых высокотехнологичных спортивных сооружений мира. Построенная в Санкт-Петербурге арена – это уникальный комплекс с точки зрения применения новейших технологий для данной климатической зоны. Имеем. Продолжение следует. МатчLean. Встреча с Петербургом Встреча с Пасками Встреча с Петербургом 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 Встреча с Петербургом